Важно то, что вот этими несколькими книжками, которые написал я, можно подпирать дверь. Вот это их всегда, даже когда книжка Лени, о Гагарине, о Проханове устареет, хотя бы такое ее применение найдется. Нет страсти к чтению, и даже у меня была какая-то тетрадка, в которой я записывал просто название книг, которые я в школе прочел. И там я знал, что к 10 классу в ней было больше тысячи, впечатляющее количество именований. Но только в возрастном возрасте я пересмотрел, что это за книжки были. И там выяснилось, что треть из них, или даже половина, это «Не знаю, какая на луне» и «Приключения Тома Сойера». То есть я перечитывал каждый день эти книжки, и опять записывал их заново. Конечно, вся моя жизнь так или иначе связана с книгами. Я знаю, что когда ты работаешь литературным критиком, это, по сути, общество платит тебе, потому что делегирует тебе какие-то функции отбора. Когда чтение превращается в работу, это рано или поздно становится проблемой. Быть литературным критиком по современной части, начать отслеживать поток. Это читать каждый день в лифте, за рулем и так далее. В какой-то момент люди ломаются. Чаще всего бывает на первом, втором, третьем году. Вот я сломался, не знаю, на пятнадцатом, семнадцатом. И это важно, потому что книга – это такая вещь, в которой ты живешь. Ты же не просто фильм посмотрел, два часа и забыл. Это неделя, допустим, какого-то контакта с ней. Если это хорошая книга, то это тебя бьет током от нее. И все время испытывать вот этот контакт с этим оголенным проводом можно какое-то время. Это приятное отчасти чувство, но долго все равно обугливаешься. Вставление вот этих топов, десяток бесконечных – это намеренное упрощение. Вот что это такое. Намеренное превращение книг в факт массовой культуры и факт соревновать. На самом деле книжки не обязательно соревнуются друг с другом. И даже литературные премии, все эти таракани бегают. Это невероятная там условность. Один таракан выиграл, а другой проиграл. Ну и что? Но факт, что это, наверное, действительно воздействует. Даже я, когда мне нужно найти детские книги для тринадцатилетнего подростка, все равно я смотрю, что там за топ-2. Хотя я сам знаю, но все равно это такой способ, который работает. Мне кажется, сейчас государство в наименьшей степени беспокоится за литературу, не считая этого инструментом формирования массового сознания. Поэтому не поддерживают институции, связанные с гуртованием писателей, с формированием общественного мнения через книгу или через литературную критику. Институт критики, наверное, необходим обществу, которое не может тратить столько времени, чтобы выбрать. Когда на всех книгах написано, что я самая лучшая, у людей не остается времени протестировать ту или иную книгу и сделать адекватный выбор. Можно либо писать, либо читать. Но поскольку я не графоман, то вообще мне, конечно, для удовольствия, мне, конечно, приятнее читать, чем писать. С другой стороны, я знаю, что ничего никогда не произойдет, если я буду только читать книжки, рассчитывая, как революция в понимании меньшевиков. Они всегда будут ждать, пока созреют необходимые условия для того, чтобы совершить эту самую революцию. Так это всегда ты будешь думать, что существует еще какая-то книжка, без которой пока ты не прочтешь, ты никогда не можешь начать писать свою. Это заблуждение. Писателем можно заниматься чем угодно, хотя я не кто такой, чтобы представитель за всех писателей. Я просто, судя по прецедентам, там Пруст валялся на диване в обитой пробкой комнате и, судя по всему, неплохо справлялся с сочинением романов. Какой-нибудь Проханов 80 лет ездит в Сирию и в Афганистан, и для него это такой поднужный корм, он без этого не выживает. Ему нужно какие-то впечатления, чтобы перерабатывать их в текст, в литературу. Это так сугубо, мне кажется, индивидуальная вещь. Иметь заполненный книжный шкаф дома, наверное, для многих людей способ какой-то дизайна квартиры. У меня книга не является фетишем, мне все равно, на чем ее читать, на телефоне или в бумажном виде. У меня профессиональная есть аллергия на тома, собственно. Поэтому не держу книг в доме, кроме детских. Я могу, словно говоря, дописать книжку про Ленина. До этого момента у меня весь дом будет в собрании чинений. Но наступает какой-то день, когда эти тома будут вывезены. Продолжение следует...